Изящные, яркие и красочные, незамысловатые и утонченные, большие панорамные и миниатюры, из дерева, картона и других подручных средств и даже из пряников – такие разные рождественские вертепы, сделанные взрослыми вместе с детьми, представлены на выставке, которая открылась при храме Рождества Христова. Всегда как-то по-особому воспринимается рождественский вертеп, старательно выполненный своими руками. Здесь можно увидеть фигурки младенца Христа, Богородицы, Иосифа, пастухов, волхвов и животных, сделанных с большой любовью и радостью. Мы взяли коробку, облепили ее бумагами и салфетками, покрасили в серый цвет. Взяли наполнитель для подарков, положили его под низ, положили гирлянду и положили туда еще деревянные фигурки. Ну, теперь вы, наверное, не забудете события Рождества и особенно постарайтесь о нем рассказывать тем детям, которые еще в этом не знают, которые думают, что Рождество – это некая сказка или, может быть, даже некая интересная история. Мы делали с родителями, с учителинцами, всем классом одежду из лоскутков тканей. Очень много потрудились. Смотрю, такой ковчежец для принесения золота. Тут, пожалуйста, даже сосуд с елеем большой, да, ладан. Молодцы, очень хорошо потрудились. Даже камешки положили. Прям пещера настоящая. Прям пещера получилась. Замечательные получились работы. Знаете, почему эта выставка не называется фестиваль, не называется конкурс? Потому что нельзя дать первое место, скажем, вот этой работе, а вот это второй, а вот это третье, а вот то пятое, а то и десятое. Правильно? Они все великолепные. Каждый вложил душу, сердце. Ну и, конечно, все участники этого радостного события получили сладкие подарки. Оформляя каждый свой вертеп, ребята воспоминали историю Рождества Христова, внутренне переживали ее, и теперь само ожидание праздника становится для них еще более волнующим и радостным. И понятно, почему. Глядя на таинственные вертепы, они словно переносятся умом и сердцем Вифлеем к яслим младенца Христа. О событии Рождества с ребятами поговорил настоятель храма протерея Александр Игнатов и рассказал на примере вертепа, который батюшка сделал сам. Когда пастухи прятали своих овец в пещере, в загоне для скота, то туда пришли святое семейство. А раз там пещера для загона животных, то есть когда непогода, они прятали там своих овечек, барашек, осликов, телят, то, конечно, рядом была вода. Вот поэтому водоем, а так как пастушки размещались возле пещеры, то, конечно, там была питьевая вода. Вот там такой колодец, видите, есть, размещен. Как вы его сделали? С любовью. У меня внучка тоже смотрела, говорит, дедушка, как же это было сделано такое? С любовью. Как сделать? Без любви все, ничто. А вот с любовью можно было сделать. А вы его долго делали? Ну, наверное, целую неделю. Как важно рассказывать детям о Рождестве и мысленно пройти вместе с ними той дорогой в Вифлеем, которые более двух тысяч лет тому назад пришли к родившемуся Богу-младенцу Иисусу простые пастухи, услышавшие от ангела о великой радости. А вскоре пришли восточные мудрецы, проделавшие огромный путь вслед за неспосланной им свыше звездой. Они долго искали истинного Бога и теперь, обретя, склоняются перед яслями с младенцем Иисусом, принеся дары. Кто явился пастушкам? Кто сказал ангел им? Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне в городе Давидово родился Христос. Идите, и вы найдете лежащего его в яслях. И вот они пошли и нашли младенца Христа, родившегося от Девы Марии в городе Вифлееме. Об этом событии будем стараться не забывать. По благословению отца Александра, все прихожане рождественского храма учат наизусть семь строк из первой главы Евангелия от Матфея о Рождестве Иисуса Христа. «Явился ангел Господень и сказал ему Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же младенца, и наречешь имя ему Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». И каким бы ни был вертеп, он остается чудесным знаком, указывающим на ту самую Вифлеемскую пещеру, где произошло самое главное событие человеческой истории – рождение Спасителя мира. Само небо приблизилось к земле, чтобы человек взглянул в него и понял, что землей еще не кончается ни мир Божий, ни жизнь человеческая. Субтитры создавал DimaTorzok